Продолжение следует... То завтра будет стрим, но не по кораблям, мы наконец-то доберемся до Diablo 2, я буду качать персонажа нового, я уже решил какого буду качать и для каких целей, поэтому возможно завтра будет просто стрим запоговорить, посидеть и в Diablo покатать. Может кто если тоже играет, можете тоже вместе со мной если что начать нового перса качать. Я не сильно возражаю, но правила будут мои. Вот, это к слову. А может завтра ничего не будет, потому что сегодня очень многое зависит от того как вечер пройдет и как я разрую остатки своих дел. Ну, надеюсь нормально, блин. Вроде так поговорили, порешали, все хорошо. Но надо ждать. И да, и стримов будет в ближайшее время довольно, ну немного, но наверное побольше, чем обычно, вот пока эти каникулы условные. Будем с вами, значит, и ранги закрывать, и с ранги, и стрим с подписчиками наконец-то замутим. В общем, есть нам чем позаниматься. Плохо. Ягума не отстрелялся по Моасу, Моас выжил. А если б Ягума отстрелялся, Моас сдох бы. Бля, три девятых ЛК здесь. Есть у меня гипотеза, что даже я со своим ЧСВ не потяну. Но Ташкент, возможно, Моасика достреляет. Блядь, ну эти торпеды светились хуй знает откуда. Они же светились вот оттуда. Как можно было на них наплыть? О, да, блядь. Союзный разум, он, конечно, на то и союзный. И раз-два ты его просчитаешь. Это пиздец. Он мало того, что наплыл на этих хер, знающих откуда светящийся торпед, так еще и Моаса не добрал. Загляденье. И Ягума сейчас тоже получит пиздюлей, потому что он не стреляет. Ну, нет, да стреляет, стреляет. Ты молодец, он воин, он добрал. Добрал через пиздюля, но добрал. Так, блядь, ежи, сука, опять здесь. Ширка там с той стороны что-то поднагнула. Выживет или сдохнет? Да, ну пока два в два идем. Проблема в том, что этот фланг у них сильнее, нам бы надо как-то резко в оборонку перестроиться. А с этим вот сложнее. Угу. Прикол Бранденбурга в том, что его полубронебойки в Бартину нихуя пробить нормально не могут. Это смешная штукенция. Смешная-присмешная. АВБшки могут. Но тоже со своими ограничениями. Бля, где мои топы? Вот я хочу задаться вопросом. Где мои топовые корабли? Так вон они! Смотри, как мужественно назад сдают. На пустом фланге, блядь. Действительно. Чем бы еще им заниматься? Не войной же? Скажите же. Придумают какую-то вечную херню? Типа воевать надо. Назад сдавать надо. Все знают это. Все знают. Надо сдавать назад. Правильно, господа девятые уровни. Правильно. Но нам скорострельности немного не хватает. Дергросс чаще, чем мы, стреляет. Это вот, кстати, тот минус, который мне в Бранденбурге тоже доставил довольно серьезные проблемки. Потому что у Одина скорострельность хорошая. И за счет скорострельности он куда пизжи успевает пиздюля раздавать. Здесь же такого нет. Ну что там? Девятые уровни. Газ назад нашли. О, вперед нашли. Этого зря. Бросайте это дело. Хуйня это какая-то. Дергросс сыпал. Нам надо лицо чинить. Потому что мы под фокусом очень много хп потеряли. А что мы его не чиним, собственно, это лицо? Задумался. Два миллиона потенциалки. Сука, танкует, конечно, Бранденбург охуитительно. Вот это лучшее качество этого корабля это броня. Он действительно способен вытанковывать очень много. Ну, блядь, какой же здесь хуевый АГК. Это прям бесит. Вон, еще полубронебойка одна в борт попала, не взвелась. Точнее, не пробила. Взвестись-то, я думаю, взвелась. Ну, Зэка пока вроде живая. А что там мои топы делают? Понятно. Все пока по краешку. Ну, по краешку это хорошо. Значит, они не мрут. Блядь, в тебя, что ли, стрельнуть? Или ты его убьешь? Убивает. Нам надо, короче, подходить ближе, втягивать ли понтов в ПМК. Мы из ГК ушатаемся его убивать. Сейчас подойдем на ПМКшечку. ПМКшечка свое дело поделает. Гнезик далеко. Кливлен тоже там сгорится и развлекается. Нам нужно просто вот это вот сарай итальянский в свое ПМК поместить, и он опиздюлится. Он навряд ли нас сможет убить. Ну, только если ББшки догадается зарядить, ну, ему ж никто не подскажет. Правильно. Ай, пацаная ГК, блядь. Ну, попало вон даже что-то. Что-то попало. Паракимакс, здрасте. Дим Дягилев, привет. А шутить сегодня без корабликов на заказ? Потому что заказов больно много. Я один, а вас много. И так получается, что, блин, в свое время мы... Короче, всегда цена на корабли повышалась постепенно, чтобы, блядь, меньше было заказов. А в итоге мы все равно пришли к тому, что, блин, лодок до хрена, я не успеваю их откатывать. 500, Кливленд 16 километров. И Гнезик уже относительно в бортинку поглядывает. На глазок на входную дверь. Да там уже 5 глазков на разный вариант. На глазок все донатят. А нет, на обои, блядь. А они стоят ебанно. Шучу. В любом случае, спасибо тебе. Это пойдет все в общее дело. Полосочка почти добился. Мы, правда, не знаю, когда еще переедем. Но я надеюсь, что что-нибудь найдем хорошее. И замутим себе новую жильплющить. А то с ребенком жить в однухе это уже просто невыносимо. Пожарная тревога. Невыносимо. Ну, в принципе, должны его добрать. Все, это вот, короче, пойти сейчас вот это мясо просто добить. Они нам тоже ничего не сделают. Ни Кливленд, ни Гнезик. Они нас не убивают. Они слабее нас на порядок. Ну, Кливленд, может, мы будем долго сквозняками убивать. Но он заебется нас выжигать. Тем более, он довольно близко и будет в зоне нашего возможного ПМК. Да неважно. Главное сейчас до ПМК их втянуть и остальное вообще похер. Его в любом случае первым, чтобы он глаза не мозолил. Ой, да еще и цитаделька. Господи. Еще и циточка, еще и циточка. Главное, что девятки удержали. И вот такой плохой у нас угол стрельбы, но это трешанины. По сути, сейчас будем только с носовых стрелять, а то он нас будет пробивать из-за того, что мы будем открываться и подставляться. Короче, ПМК основное дело будет делать. Там благо дело, благо дело, на благо дело. У нас Лютик сидит. А Лютик, он специалист в области стрельбы из ПМК. Вот и пусть нас стреливает. А то я, блин, из-за попыток в кормовой стрельнуть слишком сильно открываюсь. Хотя вот сейчас в перезарядочку можно и стрельнуть. Тут главное, как и всегда, тайминг подгадать. Ну и дальше на танковку носом. Как много демеджа. Пушки говно на самом деле. Ну, он опять авиаудар, он кидает. Чтобы понять, куда у меня разрывы самолетов там идут, да? Ну, то есть он не понимает, что я здесь, да? Ну, или как там это все оправдывается? По сути, с Горицей вдвоем фланг удержали. Я вообще в шоке. Горицей на себя часть кораблей оттянула. Часть кораблей мы оттянули. И этого хватило, чтобы нам победить. Ну и потом еще с центра вот эта зетка тоже помогать начала. Шикардосно! На самом деле, что-то на основе на Бранденбурге у меня бои лучше заходят, чем на Пресаке, когда я накатывал на обзор. На Пресаке прям приходилось очень сильно превозмогать, а здесь что-то как-то по-легкому идет. Ну, типа, понятно, вот тут много противников, те, вот они в данный момент времени сильнее тебя, просто обороняйся, отступай. Все, потом херакс диспозиция поменялась, ты пошел более слабых противников дощемил. Когда играл же на обзор, я все время был в жопе. Вот тотально тебя все время пиздили, все время было сложно, все время нельзя было как-то на расслабухе покататься. Это прямо дико бесило на самом деле. А здесь что-то хорошо. Подкручивают, наверное. Я всегда говорю, что лучше корабли брать за уголь, чем капитана. Потому что корабль это геймплей, а капитан это просто игровая условность. Блин, а может успеем? Кракен, 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 кракен. Хуй! Окей. Ну нельзя так, нельзя, че? Я и не сильно-то хотел, блядь. Вы все равно не дадите. Не знаю я вас, как там все работает правильно. Ну, просто мои снаряды были далеко, они плохо попали, а вот у против... у союзников попали хорошо. Заебись. Ну да, он что-то там делал, играл. Ну, Горица средь дамаг хп-шку отбила, дедушка какой-то там свое дело сделал. Но он себя оттянул часть фокуса, поэтому и нам было проще выжить, и противник разделился. И в силу чего, как там, разделяй властвуй. Вот мы их фланг разделили и нагнули на.